Продолжение следует... Продолжение следует... В 2007 году наша компания была очень быстро растущей и активно занимала лидирующие позиции на рынке нефтесервисных услуг в России. В этой связи нам требовалось повышать качество и достоверность, своевременность управленческой информации, которую мы обеспечивали наше руководство. На основании того, что мы имели на тот момент, а это в основном были распределенные по ключевым исполнителям Excel файлы, своевременно и качественно предоставить те или иные виды основной управленческой отчетности нам было достаточно сложно. В этой связи также стоит сказать о том, что на тот момент у нас не существовало неких унифицированных справочников этой управленческой отчетности. Excel файлы и их использование вызывали большие проблемы с точки зрения достоверности данных, контроля версионности и в конечном счете понимания того, насколько информация целостная, насколько она последняя, финальная и насколько она качественна с точки зрения использования ее топ-менеджментом. Как была организована управленческая отчетность до внедрения системы корпоративной отчетности? Как я уже сказал, большая часть нашей управленческой отчетности находилась в Excel файлах. У нас, кроме этого, существовала система определенная сбора части управленческой отчетности на базе программного продукта, в общем-то, выполненного на основе MS-Access. Но в связи с тем, что его использование также предполагало пересылку файлов, их последующую агрегацию, подкачку, получение некого группового файла уже в корпоративном центре, с этой системой на тот момент было также очень непросто работать. Кроме того, мы не могли осуществлять самостоятельно поддержку данной системы силами специалистов компании Integra. Каких целей вы хотели достичь с помощью реализации данного проекта? Первая и самая главная цель – это создание так называемого единого источника правды в компании. На Западе в многих компаниях с точки зрения управленческой отчетности есть понятие «single source of truth», то есть единый источник правды, когда все управленческие решения основываются на едином информационном поле и единой версии той информации, которая подается, соответственно, наверх для руководства. Наша задача была обеспечить такую же систему непосредственно в компании. За счет того, что Hyperion SBS снижает количество рутинных операций, которые делают пользователи, то есть все, что они делают, они закачивают исходные данные и на основании отчетов они занимаются анализом. Мы, так сказать, повышаем, как бы сказать, интеллектуальную полезность наших планово-экономических служб для бизнеса. На основе какого решения реализован проект и какие критерии определили ваш выбор? Продукт Oracle Hyperion SBS нас в большей степени устроил по показателям производительности, легкости программирования и изменения тех алгоритмов, которые были сделаны изначально в системе при их настройке. Кроме того, в других системах нам показалось достаточно сложным либо осуществлять настройку системы, поскольку зачастую это требовало изменения текущих бизнес-процессов, что еще сложнее, либо система не удовлетворяла нас по своей производительности, и мы видели ее границы с точки зрения масштабируемости. В этой связи мы остановили свой выбор на Hyperion SBS, который в нашем понимании и для нашей компании оказался наиболее оптимальным выбором. Александр, расскажите, пожалуйста, об этапах реализации проекта, какие были первоочередные задачи и как долго длится процесс внедрения? Ну, проект можно разделить на следующие основные этапы. То есть первые три месяца мы занимались формированием ТЗ и утверждением внутри компании, затем около месяца потратили на выбор системы, затем у нас было внедрение порядка 60 месяцев, то есть запуск в опытно-промышленную эксплуатацию, непосредственно она сама около двух месяцев, и затем уже мы вошли в продуктив. То есть я оцениваю общий срок реализации порядка 11 месяцев, от начала написания ТЗ до запуска в промышленную эксплуатацию. Территориальный охват у нас достаточно большой, у нас 400 ключевых пользователей, распределенных по регионам, у нас достаточно большое количество предприятий, которые вносят эту информацию, порядка 40. Естественно, нам было очень важно, каким образом эта система, так сказать, встанет не только в корпоративном центре, но и в регионах. Организация проекта стояла в следующем. То есть генеральным подрядчиком в реализации данного проекта выступала компания Крок, а субподрядчиком – компания Ланит. Техническое задание разрабатывал и контролировал качество внедрения компании Эрстен Янг, и с нашей стороны были сотрудники Департамента корпоративного планирования, который я представляю, а также Департамента информационных технологий. Александр, как проходил процесс адаптации сотрудников к новой системе? Не возникли ли какие-либо сложности? Ну, разумеется, внедрение всего нового предполагает определенное сопротивление, и нашей компании не удалось этого избежать. Но для того, чтобы новая система заработала полноценно, мы предприняли следующие шаги. Естественно, в первую очередь мы достаточно детально и упорно тестировали нашу систему. Мы добивались той производительности, которую нам первоначально заявлял поставщик. В этой связи достаточно широкое внимание мы уделяли и тестированию отдельных частей системы, так называемых кубов, и тестированию системы в целом, тестированию каналов, что тоже немаловажно. Кроме того, мы провели достаточно широкомасштабное обучение. Нами было обучено в компании порядка 100 пользователей, причем обучение так называемое двухступенчатое. Ключевые пользователи, а именно владельцы кубов информации, были обучены по владению теми приложениями Hyperion, которые закупила компания. Ряд пользователей был более того обучен и прошел курсы администраторов. Кроме того, мы провели силами уже сотрудников компании широкомасштабное обучение в регионах, тех пользователей, которые будут реально работать с системой. У нас существует служба поддержки, в которую входят сотрудники Департамента информационных технологий, сотрудники корпоративного департамента планирования и управления эффективностью, а также служба поддержки компании Крок, которая продолжает с нами работать и осуществляет удаленно поддержку через электронные средства доступа. Сейчас, когда процесс завершен, можно ли говорить уже о первых результатах? Какие они? Основными результатами я бы назвал следующее. В компании создана работа через систему корпоративной отчетности по следующим направлениям. Это планирование, текущее планирование движения денежных средств, бюджетирование и прогнозирование, управление численностью и управление технико-экономическими показателями. Это такие вот самые-самые ключевые кубы, так называемые, которые мы используем. Кроме того, есть достаточно большое количество кубов, которые также нам помогают осуществлять мониторинг текущей деятельности компании. Это и мониторинг остатков на счетах, это и мониторинг, так сказать, вопросов Human Safety and Environment, мониторинг вопросов получения своевременной управленческой отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета. При этом мы считаем, что наиболее важным является то, что качество управленческих решений, основанных на более качественной информации, увеличилось. В данном случае мы говорим о том, что наши экономисты на местах в большей степени теперь ответственны за те данные, которые они предоставляют. Эта информация более прозрачна. Мы понимаем напрямую, от кого конкретные данные мы можем получить и какое качество они могут иметь. Кроме того, естественно, система позволяет компании в большей степени оценивать вариативность развития событий в будущем. В этой связи, наверное, можно сказать, что наша компания выиграла от внедрения системы в условиях, постигшего весь мир финансового кризиса. Планируется ли дальнейшее развитие проекта и, если да, то в каком направлении? Еще не прошло и года с момента запуска ее в промышленную эксплуатацию, естественно, возникают тельные пожелания со стороны ключевых пользователей, руководства в отношении того, каким образом систему сделать более удобной для ее повседневного использования, более применимой к целям и конкретным задачам, которые ставит перед собой компания. Нам нужно правильно и внимательно реагировать на эти сигналы с тем, чтобы система работала не ради себя самой, а обслуживала текущие потребности бизнеса. Одной из задач, которую мы предполагаем начать решать, является развитие системы в области операционного бизнес-моделирования. Нам бы очень хотелось, чтобы мы могли во многом моделировать бизнес, как он реально может идти во всех своих существенных аспектах, не только с помощью планов экономических служб, находящихся в регионах, но и пользуясь теми моделями, которые могли бы описывать деятельность наших бизнесов и давать нам возможность, опять же, разрабатывать, анализировать те или иные сценарии развития событий. Александр, какие бы Вы дали рекомендации организациям, которые только планируют внедрение системы корпоративной отчетности? Первое, нужно грамотно и серьезно взвесить, насколько компания готова к данному внедрению. Я бы разделил этот анализ на две части. Первое, компания должна понять, какие виды управленческой отчетности у нее существуют. По возможности понять, что бы она хотела в этой отчетности поменять и что видеть в конце. Кроме того, необходимо понимать, что данная система приобретает и дает свои положительные плоды в том случае, если наблюдается достаточно хорошая унификация системы учета внутри себя, системы управленческого учета внутри себя. Нельзя автоматизировать все, надо понимать, как автоматизация конкретно каких областей на текущем этапе развития компании приносит самой компании максимальное качество, максимальный эффект. Кроме того, я бы отметил, что если Вы взялись за реализацию проекта, то очень важно идти до конца. Понимать, что внутреннее сопротивление будет оказываться на достаточно большом количестве уровней. Для этого необходимо иметь хорошего спонсора проекта с высоким статусом, который будет стоять за Вашу систему и отстаивать интересы ее при реализации данного проекта и уже затем при практической эксплуатации. Ну и, наверное, последний момент, который я хотел бы затронуть, это хорошая техническая поддержка. Очень часто после ухода консультантов система работает некое непродолжительное время, а затем начинает что-то не работать, что-то разваливаться и так далее. В нашем случае у нас техническая поддержка достаточно серьезная. У нас привлечен консультант, который выступал генподрядчиком при внедрении, и служба поддержки компании Крок в настоящее время у нас продолжает функционировать. Кроме того, у нас есть и поддержка внутри компании. Все это вкупе обеспечивает как раз тот комфорт в работе для пользователей, когда они загружают данные, выгружают управленческую отчетность и видят только результат, не видя достаточно большой объем той работы, которая обеспечивает деятельность этой системы. Александр, спасибо за ваши исчерпывающие ответы. Сегодня у нас в студии был Александр Кудряшов, директор Департамента планирования и управления эффективностью деятельности компании «Интегра». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин